доброе утро дорогие друзья для того чтобы ваше утро каждый день начиналось бодро и она на самом деле было добрым мы вам расскажем сегодня как нужно правильно спать наверняка вы замечали что к вечеру ваш позвоночник становится более напряженным и возможно даже уменьшается рост связано это не только с перенапряжением мышечной системы но и с уменьшением влаги в межпозвоночных дисках именно межпозвонковые диски и являются амортизационной системой позвоночника и нам важно чтобы они восстанавливались когда мы принимаем горизонтальную позицию если она выбрана правильно то уменьшается давление на диске и они за ночь напитываются влагой и к утру вы снова становятся высокими и так начнем поза сна большинства людей выглядит именно так очень многие любят спать на животе и как минимум два сегмента позвоночника страдают очень значительно это поясничный отдел позвоночника у нас мышцы живота полностью расслабленные поясница проваливается вниз соответственно вот этот участок спины за ночь абсолютно не восстанавливается он всю ночь испытывает компрессию на межпозвонковые диски то же самое у нас происходит шейным отделом из-за чрезмерной ротации у нас пережимаются артерии тут недостаток кровоснабжения головного мозга то есть вы можете проснуться уставшим разбитым у вас будет целый день чувство тяжести в голове или еще хуже голова просто будет болеть наиболее правильная позиция для сна это конечно же лежа на спине в этой позиции ваш позвоночник испытывает наименьшую нагрузку на межпозвонковые диски но и тут есть очень важный момент нам важно подобрать высоту подушки если ваша голова чрезмерно поднята то опять-таки шейный отдел будет страдать идеальная высота подушки опускаем голову вниз это когда линия ключиц и ухо находится приблизительно на одной высоте второй момент за которым нужно следить многие стараются спать наоборот полностью без подушки например если вы мужчина то также шейный отдел будет страдать потому что голова будет закидываться назад каждый выбирает высоту подушки исходя из мышечной массы грудного отдела и исходя из того насколько у вас сутулая спина то есть если ваш у вас есть небольшой кифоз то опять таки голову есть смысл приподнять чтобы в шее не было зажима если же сон на спине является для вас достаточно сложным предлагаем вам подобрать себе позицию сна на быку это является чем-то среднем между сном на животе и на спине в первую очередь обратите внимание на шею то есть голова не должна падать вниз иначе у вас будет страдать и опорное плечо и опять-таки шейный отдел позвоночника есть смысл подобрать высоту подушки ровно по длине вашего плеча отключиться до до самого сустава то есть таким образом вы уменьшаете нагрузку на плечевой сустав и второй момент если вы женщина скорее всего в ваши бедра тоже будут страдать и было бы неплохо использовать еще одну подушку которую мы положим между колен тогда уменьшается нагрузка на сустав и плюс вы избегаете ротации в поясничном отделе и за ночь ваша спина в позиции на боку также сможет максимально восстановиться так теперь вы знаете как спать таким образом чтобы ваше утро началось бодро и счастливо до следующих встреч